Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова «Деньги для киллера». Читает Евгения Ибрагимова. Поезд стоял здесь две минуты. Я вышла на дощатый перрон и тоскливо огляделась. Ни души. Оно и понятно. Будний день. Я вздохнула и, спустившись по шатким ступеням, быстро пошла по тропинке. В домике путевого обходчика уютно горел свет. В незашторенном окне был виден стол с самоваром и девчонка в красном платье. Она громко читала стихотворение «Люблю грозу в начале мая». В этот момент поезд содрогнулся и неторопливо пополз дальше. Паровоз и четыре вагона. Местные почему-то прозвали его «Тарзан». Тропинка свернула в лес. Я опять огляделась. Никого. Может, и к лучшему. А ну-ка к моим бапутчикам. Оказался бы незнакомый мужчина. То-то. Двигай ногами и радуйся. Я взглянула на часы. Двадцать два часа сорок пять минут. «Тарзан» пришел на станцию без опоздания. Впрочем, какая станция? Полустанок. С невероятно поэзическим названием. Сорок девятый километр. Леспромхоз и несколько деревушек по десять-пятнадцать домов. Зимой почти пустынные, летом оживающие из-за наплыва дачников. В одной из таких деревушек, у Соньки дача, туда я и направляюсь. Возле железной дороги было еще светло, но стоило войти в лес, как я оказалась в темноте. Здесь, в лесу, уже хозяйничала ночь. Тропинку потерять я не боялась, но идти одной было все-таки жутковато. Я попробовала петь, голос звучал как-то неестественно, бодрости мне это не прибавило, я замолчала. И подумала о Соньке. Есть люди, которые могут испортить вам день, а есть такие, что портят жизнь. Сонька никогда не мелочилась. Сейчас она, скорее всего, смотрит телевизор или спит, как лошадь. И думает, не думает, что я иду по лесу одна и, между прочим, трушу. Когда-нибудь я ее все-таки поколочу, громко заявила я, и мне сразу стало легче. Хотя колотить Соньку дело зряшное, ее можно пережить, как землетрясение. Или не пережить. Мы познакомились с ней восемь лет назад в Ялте, где вместе отдыхали. Вернулись в родной город, и вечером того же дня Сонька заявилась ко мне. С тех пор моей правильной размеренной жизни пришел конец. Вот, к примеру, какого черта я иду ночью пешком по лесу? Я иду спасать Соньку. Интересно, от чего? Сегодня днем она позвонила мне на работу. Лида Малышева заглянула в кабинет и сказала, «Маргарита Петровна, вас к телефону, срочно!» Я тяжко вздохнула и поплелась на первый этаж, где у нас один на всех телефон. Срочно, значит, Сонька. А я-то надеялась отдохнуть от нее хоть недельку. Три дня назад она уехала на дачу с намерением жить там все лето. До этого она месяца два болтала о том, что русские аристократы были не дураки, когда с мая по сентябрь жили в деревне, а на зиму возвращались в столице. Конечно, о том, что Сонька все лето просидит в своей кудзлихе, я даже не мечтала. Но звонить через три дня — все-таки свинство. Может, она утюг забыла выключить, когда уезжала, и я делаюсь малой кровью? Я сняла трубку и услышала Сонькин голос. «Гретка, это ты?» «Нет, не я. Тут надо кое-что пояснить. В начале нашего знакомства я проболтала с Соньке, что родители дома звали меня Греттой. Не иначе, как у меня с головой неладно было, потому что Соньке это необыкновенно понравилось, и вскоре не только она сама, но и все мои знакомые по-другому меня уже не называли, начисто забыв, что до той поры я была Маргаритой, и меня это вполне устраивало. Сначала я злилась, потом привыкла. Родители мои из паволжских немцев. Именно поэтому Сонька звала меня Белокурой Бестией. Бог знает, где она услышала этот арейский термин. Сама-то она утверждала, что в умной книге вычитала, но это вранье, конечно, потому что ничего, кроме объявлений в газетах, Сонька не читала. Однако стоило ей разозлиться, и с Белокурой Бестией я превращалась в недобитую фашистку. К счастью, Сонька злилась редко. В наследство от родителей мне досталась открытка, где юная дева в обрамлении пунцовых сердечек сидела возле ручья наподобие нашей Аленушки. У девы были белокурые волосы, алый ротик и фарфоровые глазки подозрительной голубизны. Внизу подпись, что-то вроде «Люби меня, как я тебя». Жуткая гадость. Сонька, увидев открытку, покатилась со смеху и спросила. «Это не ты случаем позировала». Я могла злиться сколько угодно, но она была права. Юная дева на открытке здорово на меня смахивала. Это тоже порядком отравляло жизнь. Стоило мне надеть что-нибудь романтическое, Сонька начинала фыркать. Да и сама я, убедившись в том, что выгляжу принцессой из сказок Гоффмана, вновь облачалась в деловой костюм. А вот Сонька могла носить что угодно. Ей всегда все было к лицу. Волосы у нее темные, глаза зеленые, словно у кошки. И улыбка до ушей. Не знаю, что заставляет меня терпеть ее столько лет. Сама она объясняла это подсознательным чувством вины. Сонька часов по десять в день смотрит телевизор и так поднаторела в психологии, что спасу нет. А дело в том, что ее дед по отцу был евреем и погиб во львовском гетто. Когда моя подружка считала, что это выгодно, она запросто могла прикинуться еврейкой, хотя из всего касающегося этого библейского племени знала только название древней столицы — Иерусалим. Да пару бытовых анекдотов про Абрама и Сару. В общем, если верить ей, выходило, что я, искупая вину своего деда перед Сонькиным. Насколько мне было известно, все мои родственники в то время пребывали гораздо северо-восточнее города Львова, причем и не по своей воле. Но мою подружку это заботило мало. Не знаю, как насчет вины, но действовала она на меня, словно удав на кролика, что позволяло ей подолгу жить в моей квартире, оставлять пятна на моей одежде и стаптывать мои туфли. Теперь должно быть ясно, почему я так обрадовалась очередной Сонькиной фантазией — провести лето в деревне. К несчастью, в деревушке у пенсионера Николая Максимовича имелся телефон. Старики вокруг одинокие, рядом летняя дойка, вот телефон лет пять назад и поставили. Не будь я законопослушной гражданкой, давно бы повредила кабель. Возвращаясь к ее срочному звонку. Я тяжко вздохнула, а Сонька спросила как-то вяло. «Это ты или не ты?» «Ну, я». «Как там дела у русской аристократии?» «А мне откуда знать?» «Что ж так?» «А вот так. Меня сейчас занимают другие мысли. Вот, например, для чего мы пришли в этот мир?» «Ты прямо сейчас хочешь это выяснить?» — поинтересовалась я. Сонька обиженно засопела. «Дура ты бесчувственная! У меня депрессия!» «Не знаю я такого слова!» «Все ты знаешь!» «Слушай, а кто за звонок платить будет?» «Ты ж собиралась экономить!» «Ты самый близкий для меня человек!» «Я нахожусь на грани!» «Отойди от нее в сторонку!» Мне стало стыдно, и я, сменив тон, спросила. «Чего у тебя?» «Славка, подлец!» «А про Славку я все знаю». «Нет, не все!» Разозлилась Сонька. «Приезжай, поддержка нужна!» «Приеду!» Вздохнула я. «В пятницу!» «В пятницу!» «В пятницу твоя помощь может уже и не понадобиться!» «Ты не топиться ли собралась?» «А что?» «Получше меня, люди!» «Руки на себя накладывали!» «Вот она, Каренина!» «Она под паровоз бросилась!» «Уточнила я!» «У меня тарзан под боком!» «Семь километров!» «Ты ленивая!» «Пока ты плетешься, передумаешь!» «Быстрей себе на здоровье!» «Конечно, моя жизнь в масштабах человечества мало значит!» «Но нет человека, который был бы как остров сам по себе!» «Каждый человек — это часть материка!» Тут до меня дошло, что Сонька цитирует Джона Дона, которого не может знать в силу своей беспросветной дремучести. «Эй!» — насторожилась я. «Это еще откуда?» «Это Хемингуэй!» «Ты читаешь Хемингуэя?» — опешила я. «Да». «Врешь!» Теперь я испугалась. И было чему. Сонька ничего интеллектуальных мексиканских сериалов на дух не выносила. Приходилось признать, что с ней в самом деле что-то не так. «На какой странице?» Все еще не теряя надежды, спросила я. «На 213-й. Хочешь, расскажу о чем?» «Нет», — всерьез разволновалась я. «Может, тебе не стоит читать? Может, ты лучше телевизор посмотришь?» «Не вижу смысла», — вздохнула Сонька. «Ладно, поищем вместе». «Приедешь?» «Приеду». «С Тарзаном». «Очумело, что ли? «Семь километров пешком». «Я тебя на велике встречу». «Иди ты со своим великом, знаешь куда?» «Попрошу кого-нибудь подвезти». «Картошки захвати». «Что, у тебя картошка кончилась?» «Она и не начиналась. Кто ее сажал?» «У Максимыча купишь», — сказала я и повесила трубку. Я тебя стану комплюстирую Ter corpor Smith. «トミー был и на вход. når д衡нинойiyi, »